Когда ребята могут играть, они будут, скорее всего, защитить. А, ну и первая игра у них против SNSD, MainContainNuts, походу, это была команда, да? Ну, очень-очень сильно, это всё-таки Yoyotech, которые затащили прошлый кап. А на меня тут вот поправляют люди, которые разбираются в Хайландере. Ничего говоря. Да, это настоящее, и мы, Мэй Компейн, НАПС, это две разные команды, так что... Извиняюсь, легково динформировал. В это время у Спина-то вообще 100 уже пинок. Меньше 100, боже мой, 90. Я хотела, 100. 107. 5-200. Ну, что-то будет, что-то, скорее всего, точь, пород, кто-то качает, если в общежитии, то он никогда не найдёт в Китайце, который качает. А, подружку, как обычно бывает, неопоседа, алиова-лиова-лиова-лиова-лиова-лиова-лиова-лиова-лиова-лиова-лиова-лиова-лиова-лиова. Необычно так... Вот, отографа из Англии медикам, вот он живёт в общежитии, он говорит, ну, китайцы-то самые удивительные люди, которых он когда-либо видел. Ну, в том плане, что они настолько завуалировано всё делают, ты никогда не спалишь, и они какие-то странные все. Так, ну, начали команда. Да, пожелаем удачи, damage control, потому что в МСЖ желать удачи бессмысленно, они выходят из группы. Пожелаем очень хорошо сыграть в DC. Так, ну, снайп... Блин, я сейчас релот худо сделаю, снайпер кто-то взял. Да, взяли Reds, Reds снайпер, попадает первый шорт по скауту. Потому что там мажет, мажет Reds. Зная его, если он начинает промахиваться, он очень этого не любит. И начинает винить себя очень-очень в этом. Минусит сам себе мораль, я бы так сказал. Вот в то время один солдат сейчас живой на центре, и один хитман сейчас. Воюют они сейчас. Харрох, хорош, нужна защитна. Ну, тут уже скал сейчас прибежит, я думаю, красный, потому что... Я думаю, ему дал инфу солдат, который здесь умирал, потому что здесь всего лишь один демо, который у которого половина. Вот он выходит уже. Не пускает его к себе хитман. Не, ну, кстати, вот хитман очень классно на лане еще и сыграл с командой инсуланс. Он мне... Ну, один из тех демосов, который очень-очень сильно понравился на лане. Вообще, это талант был последний. Я создавал Ланом Дамосов, Сикласс, Хитман, Тащили. Родов, Родов тоже на бокс играл. Ну, в общем, не сильно, все игры были очень сильно завязаны на Дамосах. И на критах. Да, да, да. Ну, крит, это ладно. Так, ну, что, у Вайк продавлены сейчас справа, сейчас справа три человека, два скатая солдат продавливают центр, возвращается Хитман с медиком. Сейчас, я думаю, будет минус Вайглова. Нет, врубается, успевает. Трое живут сейчас в DC. Я просто пропустили скаутов и сказали сразу же эту инфу. Рэдс, Рэко, скорее всего, и просто... Я создавал, нужно брать, брать, ну, отходить, что и сделали. Искаут сейчас в спине. У ЛМС бегает. А Хитман адрелся на медика, чтобы зажечь его. Другого варианта я тут не вижу в этом всем. И вот до сих пор он отходит где-то в поднизолку. Бегает полчаса, вот только сейчас забрали Хитмана. К сожалению, он только сейчас на связку, минус два солдата. И надо гонять медика, пилить всех подряд в Айтглова, но, к сожалению, они все были подобен, это было бесполезно. Я не знаю, о чем я и говорил, еще на прошлой карте, как-то они чересчур не собранно играют. И БК, БК, пробегают, два скаута ЛМС, делают БК. Браво, отлично, сейчас они сыграли. Спытается напасть на медика, Рэко. Но все-таки, заблочила его команда. Мне неплохо, как они сейчас играли, они дали нормального времени своей команде, скауты, потому что после того фейла, что сотворил Хитмана, а потом уже и основная связка, скауты вернули всю команду DC назад домой. Ты заметил, как сейчас Блэд забрал медика? А нет, я смотрел за скаутом, а просто уже увидел, что там забрали кого-то. Не, ну, DC так нельзя действовать вообще в таком преимуществе, которое было у них. Они слили медиков, ну, глупости. Рэд сейчас просто, упс, наказал за то, что он остался сзади. Это смешно, действительно получается, все это. Такая аркада совсем не похожа на игру второго дива от обеих команд. Как-то какой-то дэм идет, тот дэм такой средней игры. Да, сейчас берут вместо скаутов пирсы Хэвика DC на власти. Ну, Хэвик, конечно, это жестоко на снейкотере, если его не зафокусить с самого начала, то все, он разбирает там чуть ли не всех. Потому что такой неприятный лест сделан для атаки. Сейчас все вот здесь хорошо хитуют. Да, и Хэвик, конечно, никто не фокусит. Никто не фокусит Хэвик, он сейчас всех расстреливает минус каус сейчас. Все все-таки форсаки он нам оказал. Хэвик, конечно, не фокусит Хэвик, но все равно, ты посмотри, Хэвик из 5 на 3 сделал 3 на 3. То есть минус 2 сделал, ну, конечно, дальше он уже не смог затащить, потому что все-таки нет, столько хил у него не было, и все-таки команда начала фокусить, наконец-то его. Ну что, 1-0, первый раунд уже более-менее уверенно, не без ошибок, конечно. Уред хорошо забрался с того, просто великолепный мешок и поставил ему. Прыгает сейчас в блэд на медика, минус медик он делает минус каус, сейчас минус каус, не взял, а вообще нельзя выиграют. Выход на центр вообще не вняться, абсолютно минус 5 сетей, просто наказали, ломали за это еще хороший раскат минус 5. Не, ну, надо менять центр, надо что-то делать, надо что-то делать, надо что-то делать. Дело было в том, что Reds за два медсчета забрал скаута, и, скорее всего, там у команды началась паника, это сразу же. Так нужно было сразу же отходить, они что-то замешкались, блэд воспользовался этим, и быстренько прыгнул на связку, и сделал минус 2. Не, скорее всего, там начал кто-то орать, что нужно отходить, скаут начал просто орать в том, ну, про то, что его забрали так быстро, как так, ну и все уже было накоплено в плане Рейджа. Команда просто слилась в итоге. Ну, 50% Убера против стал ЛМС-ов, ну что же, ну, заходи, ЛМС-ов, заходи, зажигаются. Минус ХВ сейчас очень быстро сделали. Минус 3, ну, все, да, нужно брать раунд. Конечно. Выбирают всех уже, ну, я сказал, последний, да, это он добавил, только не бутылкой, титров забрал 2.0, более чем уверенно, здесь не прошло всего 6 минут. Здесь все расклеились, просто зная то, что им нужно было брать все 6 очков, тогда они могут выйти на пирамиду, все они, скорее всего. Кто-то, кто-то, кто-то власть, может быть. Мораль Каминов, в общем. Еще и влагающем медик, плюс, все, да, да. Ну, сегодня не имеет день, явно не. Сейчас, прыгает уже в аркаду, сейчас Блэйд, нападает, нападает, так он на МИДА, браво, отлично, сейчас он допрыгался до медика, в то время как он один остался. Ты знаешь, какое дело сейчас было? Сейчас Рэдс, Рэко спокойно зашли наверх и не увидели скаутов перед собой. Скаутов были снизу, и было логично, что в один момент, когда Блэйд командовал Аркадис скаутом, они пошли вместе с ним вниз. И они просто нахитовали там массу дамаги, нанесли противнику, по низкой мисшотов точно поставил и Рэдс, и Рэко, и после просто Блэйд уже добирал всех, кого можно. Великолепная игра на центре от ЛМС, просто показательно в плане скорости, в плане вообще игры, и в плане ошибок противника. Противник играет из рук вам плохо, очевидно, что они недостойны первого места. Что там Рэдс говорит? Мне показалось, что он поет. А, ну я сойдет уже, все, первое место. Я, правда, радоваться им еще нужно выиграть первые дни и премьер. Да, там, мои... Опасения оправдались, как споет. Не, ну если распоет, то это уже все. Но это да, это все, победа. Минус, Блэйд, а более, что тут все прыгает на медика. Не, ну это великолепно, когда у команды вся игра проходит, как-то, рафа на ради. И особенно, когда команда еще побеждает. Сейчас я думаю, заблочит этот центр, хотя, блин, сейчас в реку забрали скаутов. Ну, неужели это будет борьба за мед, забирают у нас Титмана? Ну, Фарсакин-то заберет уже здесь, хоть и еще и скаутов, пытаются в площадь. Не, смотри, смотри, оттушивают, ну и заберут центру. Да, сейчас, может быть, но неожиданно. Ред пытается вывинуться. Казалось, что сейчас заберут наоборот скаутов на центре и спокойно отойдут и разместятся на центре. ЛМС, ну скажи, если это просто песенка-песенка, не та была, о, 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 Ред, а то, чтобы настроить команду. Да, ну и наоборот расстроил. Да. Сейчас хитрая-хитрая трепа у Хитмана очень хитрая. Она засунула в ведерко. Я надеюсь, что все-таки команда такого уровня уже проверяют это ведерко. Да уже проверили, все здесь четко. А вот раз первый минус снайпером сделал, заносил солдат. Так, ну что, минус 2 на минус 1, помимо с одной командой, и Блэйд берет, а нет, он берет Хэйвика. Я если хотел взять Хэйвика, но потом все-таки передумал. Так, ну убер готов у обеих команд уже, вот все, Байтглоу докопил наконец-то его. Ну сейчас нужно заходить DC, либо все-таки будешь ждать пика. Так, ну вот, здесь еще и Инжик. Ну, Инжика сразу же сносят, зажигается DC. Ну и зажигается в ответку. Ой, как хорошо, зажигается на минус 4. Великолепно делают просто ЛМС, разбирают практически всех. Остались Скаут и солдат. Остался Скаут уже все-таки. Последний Скаут заберут, не заберут, где он вообще, а он на цене находится он. Бежит тут, блочить блочить не будет. Ну что, великолепно заблочили. Я сейчас прыгаю на медикам. Очень хорошо все получилось. Как-то хит мы забрали очень быстро. Неприятно. Ну и сейчас Форсакин в отметку забирает Демо Сталов. Два Яршота делает 1 Мидер, он поставил ракетницей и Демо Сталов, и потом уже подкинул воздух солдат и добрал солдата Шотганом. Ну что, неплохой хилстрик сейчас начинается Форсакин еще минус везет, и делать не скаут. Ну, а не Форсакин не делал за скаутом, ну, блин, мюнстрит, неплохо-неплохо забрал тут, ребят. Ну и если бы он забрал там еще и скаута, то это можно было и спокойно на мулек, потому что эти моменты хорошие получились в официальной игры. Так, ну что же, сказал, что это будет раунд, сейчас у ДСИ, но нет. Как-то не уверен, они все это делают, сейчас мы не забираемся. Браво Хидон вовремя вернулся. Не, ну молодец, Хидман просто великолепно успел, сделал правильно. Ну, сейчас ситуация такая немножко не очень, потому что двое остались сзади у ЛМСов, и, считай, центр пушили не в основную силу, не в полную силу, и не смогли найти очень-очень много дамаги, и из-за этого сейчас идет борьба... Борьба... Нет, борьбы не будет такой основной за центр, чересчур сильный. Думаю, ну... Ну, как такое, ну вот я только начинаю уже считать на один лад, как все меняется просто моментально. Дэм все-таки решает в этой игре сейчас. И команды как-то... Да, вот я согласен с Натсом, который прокомментировал тактика, это WMouse1. Но ясное дело, ЛМСом здесь уже терять абсолютно нечего. Они уже первое место. Я не могу позволить себе такое. Что я не могу сказать, конечно, насчет DC, как-то не очень... Не очень они все это делают. Но я спал с ней один, Диамаксу нужно отходить. Да, у меня спать легли, давайте всем удачи. Спасибо, что смотрели. Да, спасибо тебе, пока. Так, ну и ЛМС как бы отпушил опять на ЛЕСТ, тут у них фушку уже стоит. Опять в том же месте. А, это РЕКО отстраивает пушку. Ну что? Зажглись DC, я не видел этой ситуации, почему они зажглись на крана? Надеюсь, все-таки была уважительная причина, что типа Аркады Солдая очень жесткой. Ну и минус 3 у DC в очередной раз фейловый пуш. Не очень, не а то забирает Хитман еще бутылкой медика. Но это все плюс моралька должна быть у команды у Хитмана, тем более. Так, ну и нужно забирать, прокатывать до центра, как минимум, противника. Ой. Какие-то тут идут непонятные вообще... Вот вот сейчас забрали Тако вообще на последней точке, он зачем-то побежал на нее. Несуразное творят. И абсолютно непонятное. Чувствуется, что... Команда как-то не готова была морально проигрывать первую карту. Еще, когда медик так лагает жестоко, кто пинг 150, то он 80, скачет жутко и неимоверно. Упс, вообще не тащит на этой карте, кстати. Еще лишь 9 поинтов, а уже прошло 15 минут игры. Маловато, маловато, откровенно. Но скорее всего не дают ему просто играть. Так же, как и снипсы. Снипс. Меняю, чтобы с первого раза неправильно произнес свой ник. Так, ну ЛМСов сейчас нужно спокойно запушить вторую точку, потому что уже есть пик Убера... А, Убера одинаково, даже плюс небольшой удсиш. Да, ну... Прагматично, прагматично играют ЛМСы. Не пушают они при одном минусе у противника. Выбирают такую дефенсную, оборонительную тактику. Ну, сейчас в очередной раз DC зажигается первыми, медик почему-то вообще там путь вперед. Зачем это все делать, потому что он сейчас салют медика, скорее всего. Ну, нужно минусить уже наконец-то, ну, когда... Ну, медик просто, если сейчас еще и выживет, нет, наконец-то вы убили. Долго чересчур убивал Blade медика, там просто в упор не мог попасть в него. Но пока он пытался бить с медика, вся команда убила противника. Всю команду. Ну, действительно, была эпичная битва медика против Blade. Blade там в упор не попадал. Вот он, вот он. Первый дефскиллс. Так, ну что. Отпушили от своего леста до противника. ЛМС. Ну, и, наверное, нужно брать третий раунд уже. Я смотрю, смирились DC уже давно с тем, что медик лагает. Я надеюсь, что он, конечно, лагает каждую игру так. Ему это не впервой. То есть, он все-таки привык, что-то играет. А то так можно, конечно, поблеймить на то, что все-таки медик лагает и тому подобное. А сейчас великолепно перестроил пушку у нас Рэко. И могла она забрать и наделась... Ой, не Рэко. Кто это? Стоп. Я что-то немножко спутал. В общем, пушку перестроили в другое место DC. Она могла забрать у нас ЛМС. А они под конец уже отлетись на нее и забрали. Но сейчас вообще минус 6 сделали DC. Просто не было фокуса такого основного у ЛМС. Потом они, ну, зафокусили пушку и решили переключиться на нее. И в итоге, как бы, недоспамили противника до конца. И начали забирать пушку. Ясное дело, они ее забрали. Потому что, если бы они ее не забрали, тяжко чересчур пришлось бы им в пуши. Ну и забрали пушку. И в итоге, как бы, забрали их. То есть, из этого всего мы исходим в том, что нужно было просто команде отходить, как только они не смогли продамажить нормально противник. Потому что у... У нас тут минус 2 у ЛМС, но если это... Это по-любому ЛАС, нужно уже уходить отсюда, что они делают. Блэд пошел зачем-то в аркаду. И БКП еще. Ну и что? Ай... Не смог забекепить. И Криты зажег White Glow. Не очень, не очень-то все произошло. И сейчас зажглись у нас десит. Как-то смешно все происходит в плане в том, что пропускают ЛМС этого противника. Из-за того, что у них позиция изначально не очень. Ну ясно, почему теперь ЛМС хотели находиться в лобби. У них были просто-напросто Криты. Не успевал я за это, ну, это увидеть. И сейчас опять Криты уже 67% у... Ну, Критов есть у ЛМС, но и заходят на вторую точку. Так, ну разбирая тут великолепно DC. Без Критовка или все, обойдутся тут. Ну, заберет Хитман, забрал два раза. Как... Просто как босс. Два раза попал по солдату бутылкой. Хе. Не, молодцы, молодцы, ЛМС. Показываю достойную игру. Начинаю, наконец-то, показываю достойную. Пользуюсь ошибками, жутчайшими ошибками DC. А тут Спай, Спай выходит. Ай, увидели Спая. Ну и выживет ли он? Походу, выживет. Да, заметили, что он забрал тут Амакит. В плане... Патрошек. Крафики это, скорее всего, не знаю, кто это такой. Наверное, этот Спай, который хотел минусить медика. Так, ну что, криты сжигаются на центр. Ну и минуса, минуса будут, за минусы, скорее всего, с Демоса. Нет, Демос выживает, на удивление. Так, ну а у Убера, Убер прожегся и у DC с большими минусами. Как-то не очень все происходит. Сейчас опять в упор не могут убить медика из-за того, что он лагает. Действительно видно, что скауты попадают в него чуть ли не в 3 или 4 раза. Видно, что искра отлетает от медика. Но медик остается чуть ли не с полным ХП долгое время. Может быть, все-таки эта игра, это злую шутку с ЛМСами в плане убийства медика, противника. Потому что они тупо его не могут убить. Наоборот, это на руку DC. Ну, посмотрим, посмотрим, закончится ли, наконец-то этот долгий-долгий раул. Потому что у ЛМС сейчас абсолютное преимущество в плане людей, сейчас еще заберут медика. Ну и плюс выберем, я думаю, они не будут, наконец-то его ждать, а тупо запушивают. Нет, уже нет времени, да. Все тупо пушить не будут. Ну, нужно копиться, наконец-то начал копиться White Glow. Ну, криты это, скорее всего, потому что я вижу, очень-очень быстро он копит их. Так, я посмотрю сейчас, что у него здесь. Да, криты, уже 30% критов. Когда у DC, их просто, вот только сейчас начинает копиться DC. За блочью сейчас БК, ЛМС, это были там скауты и солдаты, подошли на помощь. Бились после этого, ну, что-то несуразное опять произошло, не очень. Кто-то остался, скорее всего, просто зазевался в этот момент. Стоп. А у DC, у DC обычный выбор. Так, ну. Ну что же, сейчас криты уже пойдут от White Glow. Ну, нужно заходить. Нельзя давать докапливаться, как мы видели это на Badlands. Видите, команда что-то ждала. Ну вот, заходит, заходит. Первый крит полетел, никуда. Второй. Никуда. Ну, не очень. Нужно вставать на точку. Когда у нас еще БК, ну, что же будет? Нет, не получается. Минуса какие-то не очень пошли. Минус 2 на минус 2. Ну, и у DC получается за площадь эпично эту точку. Зажглись, они тут на Heavy, а Heavy забрали. Минус 2 на минус 2, опять же. А заметьте, бэкэпа-то все еще нет. Как у одной, так у другой команды. Они все растягиваются по всей карте, от первой до последней точки. Все никак не могут сфокусироваться на одном, потому что обе команды действительно расследотачиваются постоянно на карте и бегают туда-сюда. И начинают сфокусить. Вот нет, что сфокусить изначально все те, кто на точке. Они начинают сфокусить вначале на точке, а потом уже переключается... Ой, Heavy, нужно сфокусить Heavy, потому что Heavy опаснее. Не, ребят, так не делается. Ясное дело, когда вы выходите, нужно сфокусить изначально всех, кто близко находится. Не, ну сейчас, конечно, ЛМСы не очень действовали в плане... Оставили скаута, который забрал Мейзика. Ну и что, дали преимущество в итоге противнику. Накопить Убер. Но я думаю, что White Glow опять возьмёт криты. Проглянем, что у него там. Так. У DC обычный Убер, а у White Glow, да, криты опять. Ну что, попытка номер Infinity. От ЛМСов зайти с критами на Лест. Наконец-то расправиться с третьим раундом. Потому что времени остаётся меньше и меньше. Я хочу увидеть, всё-таки, идёт побольше, чем 2-0. Хотя нет, ну 2-0, я скажу, что более чем соответствует игре данных команд, потому что как-то невнятно моментами действует Тоби команда. Ошибки просматриваются. Так, ну снайпер там пытается высмотреть. Блэйк тут прыгает постоянно. Ну, я думаю, уже можно было заметить периодичность, который прыгает Блэйд. Вот он, а, он хэвиком. Ну, ясно, тут можно даже и не стрелять там. Я думал, это солдат. Так, ну забрал снайпера Блэйд. Ну, зажечь на неё, зажигай. Не, не зажигай. 39 хп. Долго, долгое время выживал Блэйд без Убера. На неё... А, ну я же не знал, Убер, да нет, у криты. Криты заходят снизу, обходят противника, ну и всё. Это Лэст 3-0. Что-то я просто потерял этот момент. Я смотрел за Блэйдом, как он отвлек всю команду противника. Они зажглись на него. И, значит, в этот момент прошли ЛМС снизу и забрали Лэст. Хитман, кстати, в это время уже имеет 57 поинтов и 5 доминейтов. Ну, просто керри-класс такой. Молодцы, молодцы ЛМСы. Но сейчас опять, в который раз уже выходит Рэко с Рэдзом сверху. И никого там нету. Никто им не мешает зайти сверху. Минус 4 уже у ДС. Нужно забирать Демоса. Заберут Демоса, ну и наконец-то заберут Демоса. И скаут последний остался. И скаута уже разбирают, ясное дело. Минус 6. К сожалению, забрали медика у ЛМСов. Ну и, скорее всего, это всё-таки... Нет, не будет второй точки. Потому что уже медик со скаутом родились. И довольно-таки неприятные минуса у ЛМСов. Это был солдат и медик, что не позволит им абсолютно спокойно запушить вторую. Ну и тем более Форсейкин сливался в аркаду на медика. Я бы не знаю там на кого. Этот момент, опять же, не успел увидеть. В общем, факт остался, что он свинился. Убирал обеих команд одинаково. Лайдлоу не брал криты. Сейчас DC пытаются выйти. Но я садил, 4 минуты осталось. Уже всё. ГГ 3 раунда за 4 минуты. Но я думаю, не заберут. Потому что, видя как невнятно играли до этого. И можно определенно сказать, что уже всё. Эту мапу выиграли ЛМС. Первое, если бы 3 раунда взяли бы за 10 минут ЛМС, то о камбэке как таковом... Стоп. Клайдлоу все-таки взял криты. Странно. Просто он первое время копилы одновременно с медиком DC. А нет, это DC взял. Блин, что-то я туплю тут. Так, у DC это Убер, да. У Вайдлоу криты. Просто он моментом копилы одновременно по скорости с DC и... Это кто там, с пином? Убер. Криты. Вот сейчас, к примеру, опять. 42 на 49. Когда у Вайдлоу криты, он мог это всё время копить их с кем-то. Он не копил. И тем самым ЛМС отдали преимущество противнику в плане... Убера. Ну и Убера с критами одинаково у обеих команд. Чуть больше у Вайдлоу. Но это нужно пользоваться этим моментом. Может за площадь нужно идти уже на центр. Ну, ребят, вот, зажигаются криты. Пошли. Ай, не получилось. Немного. Ну как-то не очень. Нужно было, скорее всего, пустить солдата через кухню в аркаду. А тем временем зайти демосом с критами. И спихать как раз-таки в точку. Немного не получился этот пуш. Вайлова всё получилось. Так, ну что. Минус три у... Минус три у ЛМСов. И тут, скорее всего, будет раунд. Уже забирают Блэйда. Он тут что-то на месте развернулся. И стрельнул ракету. Это смешно выглядело. Так, ну и пушают уже DC на плюс морали. Такой, эй, давайте запушим, наконец-то. Давайте, ребят. 3-1. Можно сделать счёт. Осталось две минуты. Так, ну и УПС тут добирает. Уже осталось немного. Да, один УПС остался. Не получится забрать лэст. Так, ну что. Официально можно заявить, что ЛМС великолепно выступили в этом сезоне. Конечно, по игре я бы не сказал, что они очень хорошо играли. Наверное, не на свой уровень. Однозначно, Хитман затащил Снэйк Уоттер. Действительно, хорошо сыграл. Что не могу сказать о некоторых других игроках, к примеру. Хотя нет. ЛМС и ФСИ сыграли хорошо. И Блэйд хорошо, великолепно играл на центре. Просто моментами не везло им с информацией, скорее всего. И в плане тактическом какие-то игроки терялись. Но это неизбежно бывает. Ясное дело, это не первый и не пример гид. Все-таки второй. Ну, 3-1. Чет. Взяли 10, допушили ЛМС. Но ясное дело, они уже там ЛМС, скорее всего, просто забили на игру. Просто там радуются. И уже на остаточном таком эффекте радости доигрывают игру. Так, ну, расскажу. Вообще, как ЛМС шли к победе в своем втором диве. Так. Это 2С. Так. Значит. Они всего лишь одну игру сыграли в ничью. И, скорее всего, они ее выиграли. Да, это была самая первая игра. Когда, скорее всего, команда сыгрывалась еще до конца. Ну. Не была сыграна. Это было против Elemental Violence. Потом они уже выиграли Refuse в 6-0, Monkey Piece в 6-0, EDK Denmark в 6-0 и Effort в 6-0. Молодцы ребята, великолепно играют. Ну и здесь тоже 6-0. Просто полный, практически, доминейт на всех картах. Смотрю, как они сыграли вообще по картам. Сколько карт закончилось со счетом 5-0. Кстати, очень-очень много карт, где выиграли они с итоговым счетом 5-0-6-1. То есть, с разницей в 5 раундов. Молодцы ребята. Так, держать. Надеюсь, ничего фатального с командой не произойдет. И вдруг Reko либо Reds не уйдут в инактив. Будут играть дальше. Надеюсь, все будет у них хорошо. Молодцы. Ребята. Пацаны, вообще ребята, можно сказать. Ну что, удачи им дальше. Для вас комментировал Мекс и Диамакс, который, к сожалению, ушел немного пораньше. И все дело, это стримил Варден. Заходите почаще на The World. Смотрите за будущими трансляциями. Определенно, нас ждут скоро уже финальные игры в Premiere Divi. Так что, не будем пропускать этого. Абсолютно все игры попытаемся вам отстримить, прокомментировать. Будем следить за играми в Premiere Divi. Так что, следите, комментируйте, подписывайтесь, где только можно. Все. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok